И для того, чтобы нам замесить хорошее эластичное тесто для пиццы, нам понадобятся следующие ингредиенты. Мука 230 грамм, вода 100 мл, 2 столовые ложки подсолнечного масла, пол чайной ложки сахара, 1 чайная ложка сухих дрожжей, пол чайной ложки соли. Для начала смешаем все сухие ингредиенты. Муку я заранее уже просеяла. Добавляю сюда сахар, сухие дрожжи, соль. И все хорошенько перемешиваю. Муку вливаю в теплую воду и дальше продолжаю перемешивать. Сюда же добавляю подсолнечное масло. Ложка уже стала перемешивать, мне очень удобно. Откладываю в сторону и буду перемешивать руками. Надо даже переложить все на стол, чтобы более удобно было. После того, как все ингредиенты смешались в один комок, нужно тесто вымешивать не менее 5 минут, чтобы тесто стало более однородным. Тесто я уже вымесила. Теперь перекладываю его на стол, накрываю сверху миской и оставляю минут на 10, чтобы тесто отдохнуло. После 10 минут отдыха тесто стало такое мягкое, эластичное. Теперь будем вымешивать его еще минут 5-10. Ну, я думаю, минут 5 будет достаточно. После того, как тесто хорошо вымесили, миску нужно смазать небольшим количеством подсолнечного масла, чтобы тесто не прилипало к миске. И вот так верхушку тесто тоже нужно смазать. Сверху накрываю полотенцем и отправляю отдыхать в теплое место тесто на 1 час. Пока тесто у нас подходит, давайте подготовим с вами начинку. Для начала порежу карбонат. У меня такой небольшой кусочек. Буду нарезать средней толщины. Нарежу помидор на полукольца. Эта часть нам не понадобится. Также нарежу соленый огурец. Репчатый лук буду нарезать тоненько на полукольца. Нарежу с вами болгарский перчик. И сыр натру на крупной терке. Так, ну все, тесто у меня уже постояло. Отлично подошло. Видите, насколько оно увеличилось в объеме. Теперь перекладываем его. Раскатывать я его не буду, а сразу вот так руками растягиваю и придаю форму. Если вам не нравится руками, можете взять скалку. Сделайте это скалкой, кому как больше нравится. Беру противень, который я здесь стелила. Пергаментная бумага. И вот так бумагу присыпаю мукой. Потому что бумага, честно говоря, у меня такая ненадежная. К ним может прилипнуть тесто. В общем, немножко вот так присыпаем мукой. Если у вас бумага пергаментная и надежная, этого не обязательно делать. Беру наше тесто и выкладываю на бумагу. Выважаю на бумагу и немножко вот так еще пальчиками разравниваю до нужной формы. Соус в моем случае будет это кетчуп. Выливаю его на тесто. И вот так лопаткой распределяю. Первый слой будет у меня небольшое количество сыра. Так распределяю его по всей пицце. Теперь пойдут помидоры. Сюда же ложу соленые огурцы. Сверху буду посыпать репчатым луком. Я прям так его сжимаю в руках и крашу сверху, чтобы он пустил свой сок. Не сильно, но так просто немножко надавливаю на него. Выкладываю карбонат сюда же. Багарским перчиком посыпаю сверху. Вот так вот. И в самом конце начинаю вот так все это дело засыпать сыром. И отправляю противень в разогретую до 220 градусов духовку минут на 10-15. Но все равно ориентируйтесь на свою духовку. Пицца моя готова. Сверху ее присыпаю небольшим количеством зеленого лука, чтобы она такая более красочная, яркая была. Пицца получается очень ароматная и вкусная. Но если вам понравился данный рецепт, не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Впереди будет много интересных рецептов. Всем приятного аппетита!